Война не бывает и не может быть только для одной страны. И его последствия тоже не для одного страны, где происходит эта война. И то, что происходило в 90-х годах во время абхазской, к сожалению, так называют абхазско-грузинской войны, и война, которая происходит на нашей украинской земле, она абсолютно оживила все воли. И это же в принципе из-за того, что нетворческие люди, и в принципе оно не было осмысленно правильно и оценено правильно, и исторические с точки зрения, и с точки зрения политические, и дипломатические. И поэтому оно переросло еще в другой чеченской войну, переросло осетинской войны. И они во всем российская империя. И получается, что туда включаются те маленькие страны, которые на самом деле борются всю жизнь за свободу, и ни в коем случае не было желания бороться с братьям, тем более. И что хочу сказать, что творческие люди в этом смысле должны делать то, что делает украинский народ. И я не знаю, можно писать и стихи, и между людьми помочь, чтобы пережить эту большую боль. Но в первую очередь я думаю, что настолько важно сейчас спасти одного ребенка. И если в мире есть институты, которые могут спасти хоть одного ребенка из хоть одной жизни в Украине, и этого не делают, для меня это такая же агрессия, как агрессия российской империи. Поэтому я сейчас вообще не думаю о творческих каких-то внутренних историях. Мне важно сейчас спасти вся Украина. Поэтому будем думать дальше. Но ни в коем случае весь мир должен осмыслить, во-первых, в первую очередь героизм украинского народа. И они должны очень детально и очень глубоко осмыслить и оценить, что происходит сегодня, и откуда начало этой агрессии, и сколько народу, и сколько человеческой жизни унесло эта агрессия. И что будет дальше, будет и то, как мы остановим сегодня эту агрессию. Поэтому я не могу отвечать на ваши вопросы с точки зрения абсолютно. Простите. Да, я понимаю абсолютно это. Но, знаете, для многих важно и получать поддержку от людей творческих профессий сейчас в это время. Это и, может быть, и музыка, и стихи, может быть, какие-то рассказы. Ну, то есть люди ищут способ вместить в себя все происходящее через художественные и другие всевозможные формы. Я понимаю, конечно. Это само собой. Это само собой. Так и должно быть. Но мы должны увидеть друг друга. Вот эти живые глаза физически должны увидеть друг друга, чтобы мы понимали, чем помочь. Естественно, музыка, стихотворение, это об этом годами будут петь, писать, рисовать, снимать фильмы. Это естественно. Но сейчас у меня единственное в голове то, что закрыть небо над Украиной, чтобы спасти Украину и чтобы дать силу нашим бойцам, чтобы они остановили эту агрессию.